Начальнику участка предприятия в СМП «Автотранс» Алексею Скачкову понятие чести и достоинства знакомы с младых ногтей. Он вырос в семье военных, с детства общался в кругу офицеров, поэтому с выбором дальнейшего пути определился твердо. Поступил в Челябинское военное высшее автомобильное командно-инженерное училище. По его окончанию лейтенанта Скачкова направили служить в отдельную мотострелковую дивизию особого назначения имени Дзержинского. «Первая моя служебная командировка была в 2001 году, мы в сам Грозный ездили. В 2002 году мы также стояли в Грозном уже в составе полка, то есть весь полк выезжал. В 2001 контингент небольшой, определенная группа офицеров по специальностям, а в 2002 году весь полк выезжал, то есть полностью служебная командировка всего полка была. Задача полка была, это охраняли город Грозный, то есть стояли на блокпостах, на взводных опорных пунктах, батальонные опорные группы. То есть охрана важных стратегических объектов, такие как здание правительства Чечни охраняли, затем охраняли ретроцентрализационную вышку. Там все телевизионные вышки были, связь, то есть ее охраняли. И патрульно-постовая служба в городе Грозный, и на блокпостах это проверка досмотра автомобилей. Также участвовали в спецоперациях, такие как блокирование и захват, если есть необходимость уничтожения банк-групп. В Балмутском ущелье, в Аргунии. В этом же 2002 году Алексей Михайлович принял участие еще в одной крупной контртеррористической операции. В октябре 2002-го банда чеченского полевого командира Мавсара Бараева устроила в Мавсковском театральном центре на Дубровке теракт. Он вошел в историю по названию мюзикла «Нордост». Около тысячи заложников оказались под дулами автоматов террористов, а в их числе – женщины и дети. «Подняли по тревоге весь полк, то есть мы блокировали район. Наша задача была – это проверка, паспортная проверка всех, кто входит в этот район, кто выходит, досмотр автомобилей, сумок, то есть, ну, можно сказать, патрульно-постовая служба. И когда сам штурм происходил, то есть мы ограничивали доступ людей в этот район». Всего по контракту в звании офицера Алексей Скачков прослужил 13 лет. За это время участвовал в спецоперациях в Дагестане и Чечне. «После командировок было, так скажем, такое ощущение, что не хватало автомата, потому что там всегда оружие при себе». Алексей Скачков окончил службу в 2009 году в звании майором. Имеет награды за отличие в службе за ратную доблесть. За участие в контртеррористической операции в Чечне награжден медалью за воинскую доблесть. «Спокойного, уверенного в себе выдержанного Алексея Михайловича уважают подчиненные. Его деловое качество ценит руководство цеха». Сегодня надежный тыл майора запаса Скачкова, супруга Ольга и сын Евгений, которые о военной дисциплине знают не понаслышке. Женя – выпускник кадетской школы «Мы с доброй надеждой». В свое время Алексей Михайлович разделил с сыном торжественность первой присяги – клятвы, которую дает каждый новобранец кадетского братства. Подобные моменты закаляют и формируют в характере мальчишек волевые качества. На рабочем месте у начальника участка автотранспортного предприятия портрет «Железного Феликса», которого он также уважает за несгибаемый характер. Родине нужны молодые парни для того, чтобы встать на защиту ее рубежей. Такими словами майор с запасом Алексей Скачков обратился к студентам многопрофильного техникума во время урока мужества накануне Дня защитника Отечества. Общение с профессиональными военными, получение с первых уст информации о воинской службе и спецзаданиях в горячих точках стало связующим звеном между поколениями в плане патриотического воспитания, в плане подготовки молодых людей к серьезной и ответственной службе в вооруженных силах. Поэтому такие встречи стали традиционными в учебных заведениях Верхней Салды. 20 февраля урок мужества вместе с Алексеем Михайловичем провели военный комиссар Верхней Салды Владимир Алишкевич, который рассказал о традициях русского офицерства, заместитель начальника отдела номер 34 Дмитрий Злыгостев и Александр Шершов, начальник военно-учетного стола ВСМПО. Александр Александрович привел факты из истории вооруженных сил, рассказал о героических сотрудниках предприятия, участвовавших в локальных войнах, отметил, что сотрудники корпорации, проходящие службу в армии, никогда не получали нарекания со стороны командования. У нас составили за год 302 человека, сейчас работают в настоящее время, которые прошли в горячие точки. 34 награждены государственными наградами. Это ордена и медали от президента Российской Федерации и Министерства Дороги. К сожалению, три посмертные. В завершении встречи студенты техникума получили награды и дипломы за участие в военно-прикладных и спортивных соревнованиях. И, разумеется, каждый, кто побывал на этой встрече, ушел, проникнувшись уважением к людям военной профессии.